Закон гармония. Пункт – адекватная оценка своих сил. Пример. Человек заплывает далеко от берега, и доплыть назад не хватает сил, он тонет. Этот пример из реальности, но также его можно применить метафорично к другим ситуациям. Человек берет кредит на большую покупку чего-либо, не рассчитывая своих реальных финансовых возможностей, загоняя себя в кабалу банков. Девушка взяла кредит на дорогую шубу и потом два года расплачивалась. Хорошо, что ей нужно было два года, чтобы осознать, что больше так делать нельзя. По такой же беспечности покупают машины, которые разбивают, берут квартиры в ипотеку, которые отбирает банк, бизнес открывают, после которого становятся должны миллионы и скрываются от государственных структур. Выходит замуж, женится без обратной любви от партнера. Вроде как моей на все хватит. А то и вовсе за деньги выходит замуж или женится. Жизнь быстро покажет человеку, что выбор был сделан не в пользу души, а в пользу низших материальных потребностей. Помните, зачем ваша душа пришла на Землю. Вспомните свои ситуации. Живите адекватно, реально оценивая свои возможности. Халява. Способ добычи легких денег. Вкладывание денег в финансовые пирамиды. Здесь у человека активируется негативная программа «Алчность», на которую ловят деструктивные силы. Не понял один раз – научит отъемам еще больших денег. Финансовые пирамиды совершенствуются и становятся все заманчивее. Не захотите сами развиваться, обретая новые специальности, становясь экспертом в чем-то. То свыше заставят. Не в этой жизни, так в следующей. И каждое последующее будет жестче. Паразитические клетки космоса, которые думают только о своем безмятежном житии и получении примитивных удовольствий, мало нужны. Душа приходит на Землю для многостороннего развития. Совершенствуя планету и Вселенную через себя. Как улучшить карму или свою будущую жизнь? Как свою карму привести в порядок и жить в соответствии с законами высшей справедливости? Очень просто – перестать присваивать себе чужой. Но для начала нужно проанализировать свою жизнедеятельность. Потому что много чего человек не считает воровством. Например, взять бумагу или скотч, распечатать книгу или прочие важные документы у себя на работе. Многие зададут мне вопрос. Что за ерунда? Как я могу все это учесть? Что теперь назад все нести? Одна моя студентка, после того, как ее жизнь жестко научила через серьезную финансовую потерю, так и сделала. Она вернула на работу все, что можно, и даже с лихвой. Сейчас она счастлива, что теперь живет по законам космоса, спит спокойно. Вы можете верить в высшее правосудие, можете – нет. Это ваш каждодневный выбор. Именно за этим вы сюда и пришли. Каждый раз выбирая, как поступить, формировать свою будущую судьбу, и не только свою, но своей семьи, рода, народа и всего человечества. Ваш свободный выбор – начать на все сто процентов жить честно и контролировать себя изнутри. Если вы начнете так жить, то все ваши кармические долги как рукой снимет. Почему некоторые люди не берут чужого в любой ситуации? Это мудрые и зрелые души, которые усвоили в прошлых жизнях дуальный опыт. Они были в разных ролях. Когда-то воровали, когда-то их наказывали. Им рубили руки, сажали в тюрьму, отнимали все самое дорогое. Они уже побывали в делах с ограничениями. На уровне души сделали главный вывод – воровать нельзя. Поставили запрет на любой вид присвоения чужого. Их можно поздравить. Они вышли на новый уровень сознания, соответствующий пятому уровню измерения или сознанию эпохи Водолея. Им везет по жизни на честных людей. И это достойно уважения. В будущем, когда все люди узнают высшие законы мироздания, сами будут контролировать себя в этом направлении, человечеству не нужны будут многие государственные учреждения, контролирующие честность граждан. И чем раньше кто-то начнет жить по законам космоса, тем лучше станет его судьба в будущем. И, конечно, его потомков. Желаю вам наилучшего выбора для своей жизни. Берегите себя и свою карму. Что делать с уплатой налогов? Частый вопрос для бизнесменов. Всем нам понятно, что сейчас государственные мужи в меньшей степени заботятся о благе своего народа. Несовершенные земные законы, коррупция – на каждом шагу пути бизнесмен. Дело жизни задыхается, и развернуться трудно. Друзья, я достаточно вам рассказал. Выбор за вами. Добавлю, что все индивидуально, и смотреть на соседа Василия Петровича, который платит или не платит налоги, и его жизнедеятельность от его поступка – это утопия. У каждого из нас свой набор вводных, отталкиваясь от которых, Вселенная подсчитывает наши долги. Ищите ответы в самом себе. Слушайте свой внутренний голос, интуицию. Будьте внимательны на знаке от Вселенной, и я уверена, вы примете правильное решение. В то же время внимание каждого человека должно быть направлено на усовершенствование законов государства. Каждый народ заслуживает свое правительство. Именно от бездействия и опускания рук происходит все несправедливости этого мира. Чем больше мы устраняемся от активной социальной позиции, тем жестче нас будут прессовать свыше через государственные теневые структуры. В единстве наша сила. Пока люди разъединены и запуганы, нами легко управляют. Как только мы станем внутренне свободны от страхов, все пойдет как по маслу. Закон гармония – пункт отдачи и получения информации. Зачем работать над вашим искажением информации? Именно от того, в каком виде вы передаете полученную информацию в мир, будет зависеть количество мошенников в вашей жизни и тех лжеучителей, которые будут попадаться на вашем пути. Чем больше вы следите за тем, что вы приукрашиваете или преувеличиваете, тем ваш уровень вибраций будет выше, а судьба удачней. Попробуйте провести на себе увлекательное исследование. Узнаете о себе много интересного, получите, но очень любопытный опыт. Начните считать, сколько раз вы солгали за день, неважно по какому поводу, оправданному или нет. Таким образом вы выявите, насколько искажаете информацию, пропустив через себя, транслировав ее во внешний мир. Практика прививка правды Начать можно с бытовой лжи в повседневной жизни. Разделите свою ложь на несущее зло, обман, мошенничество, воровство, клевета, потасовка фактов, плагиат, восторг от надувательства, чувство всемогущества. Клевета, распространение о ком-либо заведомо ложных порочащих сведений, либо в более узком смысле заведомо ложный донос о преступлении, как лжесвидетельство, является уголовно наказуемым деянием. Считается одним из наиболее предосудительных видов лжи. Однако если распространитель порочащих сведений не знает о том, что сведения эти являются ложными, и принимает их за правду, такие действия квалифицируются как сплетничество, а не как клевета. Подтасовка фактов Особый случай введения в заблуждение, заключающийся в манипуляции с качественно верными фактами, которые преподносятся в таком свете, что приводит слушающего к заведомо ошибочным выводам. Манипулирование, шантаж Пример Влюбленный человек угрожает, заведомо лжет своей половинке, суицидом, если та не выполнит каких-либо требований. Женщина лжет, что она беременная, чтобы удержать мужчину. Мать-жена прикидывается больной, чтобы заставить своего ребенка-мужа выполнить ее требования. Симуляция притворства человеком физического или психического состояния, которого этот человек на самом деле в данный момент не испытывает. Так широко распространена симуляция болезней, особенно среди учащихся призывников и заключенных. В спорте имеет место симуляция травм. Также можно считать симуляцией притворные слезы и тому подобные наигранные эмоции. Утаивание, умолчание информации из-за чувства страха, вины, стыда, выгоды и т.д. Недоговорка – ситуация, в которой говорящие сообщают ряд фактов, но скрывая самые главные из них, позволяя другой стороне прийти к ошибочному выводу. Также недоговоркой считается избежание в разговоре исправления ошибочного мнения, сложившегося заранее, либо уход от прямого ответа на вопрос, равно как и предоставление заинтересованной стороне неактуальной информации. Введение в заблуждение Высказывание, вводящее в заблуждение, не задержит явной лжи, но тем не менее его целью является попытка заставить слушающего поверить в истинность того, что истиной не является. Оно строится таким образом, что все факты в нем истины, однако подобраны таким образом и в такой последовательности, что подталкивают слушающего к неверному выводу. Контекстная ложь, высказав истину вне соответствующего контекста, можно создать ложные впечатления, является примерами введения в заблуждение. СМИ часто используют эту ложь. Сто процентный плагиат, нарушение авторских прав, состоящее в приписывании себе открытий, изобретений. Но этот пункт будет меняться по мере роста сознания людей. Оборонительное, можно использовать, позволяющее избежать серьезных неприятностей или предотвратить преступления. Блеф – это заявление о наличии уговорящего некоего объекта или намерения, которых тот на самом деле не имеет. Пример. Блеф полицейского, упершего в спину преступнику палец вместо пистолета. Вынуждено, во благо, во спасение, где была необходимость поддержать страдающего или не навредить правдивой информации кому-либо. Например, соседский приемный ребенок спрашивает у вас, говорят, что меня взяли из детдома, это так? Правда, которую вы знаете, в этом случае может принести серьезную психологическую травму ребенку. Поэтому тут уместно исказить реальность, умолчать. Комплименты. Это важная часть повседневной жизни для поддержания хороших отношений с людьми. Одна из разновидностей негативных комплиментов – это есть приписывание кому-либо достоинств, которыми этот человек в действительности не обладает, или чрезмерное преувеличение ради своей выгоды реально имеющихся у него достоинств, чтобы подчеркнуть тем самым свою лояльность. Выглядите в глазах этого человека своим, ожидая поощрения разного рода. Здесь важно поменять намерения. Если вы помогаете человеку приобрести уверенность и быть ему психологическим спонсором, то уместно. Другой негативный вариант. Когда человек с крайне негативными качествами незаслуженно вымогает комплименты у других людей для укрепления и подтверждения верности своих неправильных действий в собственных глазах, а также закрепления искаженной самооценки. Заведомое постоянное преувеличение своих достоинств и побед по факту или преуменьшение своих ошибок. Многим людям характерно возводить в абсолют свои достижения и успехи, умышленно уменьшая или вовсе утаивая промахи и неудач. Пример. Человек, обвиняя своего начальника в том, что ущемляет, плохой, придира и так далее, не дает расти, не дает премии, а сам я такой старательный и так далее. В реальности человек сам не выполняет свои обязанности полностью и игнорирует замечания начальства, делая все по-своему в ущерб дел. Пустяковое преувеличение, преуменьшение, где вообще можно было правду сказать, но проскользнуло по старой привычке ложь без умысла. Важно от этого избавляться, так как сначала позволяешь мелочь, а потом и большое не пугает. Пример. Человек спешит навстречу, опаздывает, ему звонит ждущий и спрашивает, ты когда будешь? Опаздывающий отвечает, буду через 10 минут, заранее зная, что прибудет гораздо позже озвученного времени. Пример. я тебе тысячу раз миллион говорил. Чтобы не обидеть, где можно было просто промолчать или отделаться нейтральным ответом, то есть вроде как не знаю. Пример, очень часто, чтобы не расстраивать, не обидеть или поддержать собеседника, человек поддакивает другому, хотя в душе не согласен с этим. Это тоже искажение информации своего мнения по этому вопросу. Будьте самим собой. Шутка. Это ложь, используемая для развлечения. К примеру, у вас вся спина белая. Шутка шутки рознь. Бывают добрые, бывают злые, которые могут принести большой вред человеку, даже психическую травму. Ее может важная составляющая жизни. Он скрашивает нам бытие, дает радостные минуты, даже помогает справиться со стрессами и идти по жизни легко. Но нужно продумывать их негативное влияние на человека. Будьте внимательны к себе и, возможно, найдете еще другие виды искажений лжи. Следующий этап. После разделения лжи нужно проанализировать все свои моменты вранья. Если необоснованных искажений большинство, то задайте себе вопрос, мог ли я избежать этих лишних искривлений? Если выявится определенный стереотип постоянного завышенного искажения информации, то нужно научиться целенаправленно его контролировать и нарабатывать новый, ловить себя на искажении информации, зафиксировать этот момент, попросить прощение у Вселенной, стереть эту фразу, стерто, 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 продумать грамотно ответ без искажений, проговорить про себя. Примечание. Если понимаешь задним числом, что и в следующий раз тоже солгал, то себя успокоить и поддержать. Я молодец, что заметил. Главное поймать этот момент и повторять эту процедуру постоянно, так как этот стереотип искажения информации формировался не одну жизнь и убирается продолжительной работой над ним. Закон гармония пункт отдачи и получения энергии. Правильно управляем своей энергией. Баланс в отдаче и получении ресурсов, энергии позитивных эмоций и чувств. Закон эпохи водолея. Чем больше вы отдаете позитивных эмоций и чувств, то есть высоких вибраций, тем больше вы получаете блокад вселенной за данную миссию гармонизатор пространства. Откуда черпать энергию в плотном плане Земли? Осознанное созиционное красоты и природы Земли. Сбаланс Сбаланс взаимо обмен с человеком. Творчество и любимое дело. Пища 15-20%. Остальное приходит от природы, людей и высших источников энергии. Из духовных групп со своей Родины Души Через медитативные практики из космоса Тут желательно указывать место, откуда вы берете энергию. Космос огромен и можно подключиться непонятно куда, в том числе к деструктивным цивилизациям. Вы же не заявляете с кем и как вы взаимодействуете, когда просто думаете о космосе. По умолчанию могут присоединиться к вам те силы, которые вам совсем ни к чему. Лучше сразу ставьте себе цель. Я подключаюсь к своим личным духовным наставникам и моей духовной группе, откуда пришла моя вечная душа. Дополнительная энергия преобразована из негатива. Где ваша энергия? Энергия это самая пробивная сила, и ее стоит сосредотачивать на главном. Когда у человека полно энергии и сил, он способен совершить все, что угодно. Где находится ваше внимание, в том мире ваша энергия? Правильный энергообмен с окружающим миром это умение восхищаться красотой находящегося перед вами предмета объекта человека. Нужно смотреть на объект до тех пор, пока вы не почувствуете прилив позитивной энергии любви. Вроде вы любуетесь, но тут же воспроизводите высшую энергию. Автоматически вы начинаете отдавать энергию вовне посредством позитивных эмоций, вибраций. Тем самым вы открываетесь сверху для высших энергий и вибраций и присоединяйтесь к позитивным эгрегорам. За это вам вселенная начинает давать энергию в несколько раз больше, чем вы отдали. Вы становитесь просто проводником, через который высшая энергия любви начинает циркулировать в пространстве. Обычно человек при нехватке энергии становится энергетическим вампиром, он паразитирует, отбирает ее у других людей. Если применять вышеописанный метод, то вы вырабатываете ее сами в достаточном количестве для себя и окружающих. Человек в любом случае является мини-электростанцией, и борьба добра со злом идет как раз за человеческую энергию. Если человек связан со своими духовными наставниками, постоянно на связи с позитивными эгрегорами через свое светлое мышление, то он становится энергетическим миллионером. Борьба вампиров за энергию Как люди обычно обмениваются энергией? Перетягивают друг от друга? Насильственно отбирают при скандалах, претензиях и прочих конфликтах или жалобами о своей несчастной жизни? Конечно, неосознанно. Каждый человек хоть раз испытал на себе энергетического вампира. Мы убегаем от таких людей как можно дальше. Это и понятно. Представим, что у вас энергия осталась на 3 рубля после рабочего дня, а тут вдруг он пришел со своими минус 100 рублями и пытается забрать последнее. Кто же свою кровную отдаст? Все мы тянемся от негатива к радости, позитиву и гармонии. Как приятно общаться с радостными и позитивными людьми. Почему? От них идет подпитка, и в этом случае уже вы становитесь вампиром. Но если вы владеете искусством, экологично наполняться энергией, когда вы в позитиве, на вибрациях любви и благодарности, вы становитесь подобием высших космических сил. Вы становитесь энергетическим миллионером и проводником высших энергий и вибраций. В этом случае вы просто провод, через который идет нескончаемый поток энергии высшего порядка. Вы ходячий светлячок. Вы как фонарик, освещающий все вокруг. Вы гармонизатор пространства на земле. Вы поняли смысл методики? Воспроизведите через любование красотой любого предмета позитивную эмоцию и тут же свыше получите энергии в три раза больше. Это самый экологичный способ наполнения энергиями космоса. После этого вы можете направлять эту энергию на любой предмет, объект, человека и даже свою цель. Вы можете ее дарить без ущерба для себя даже энергетическим вампирам, так как этот человек еще в неведении, как сохранять и наполняться. И вы ему можете помочь тем, что расскажете, где брать энергию. Помните принцип, чем больше отдаете энергии через правильное подключение к высшему источнику, через красоту и позитив, тем больше приходит свыше. Напоминаю, что еще один из источников наполнения энергии это творчество и любимое дело по душе, которое часто становится источником хорошего дохода. Управление энергией Давайте потренируемся правильному набору энергии из пространства. Оглянитесь вокруг прямо сейчас и сосчитайте минимум 10 красивых объектов. улыбнитесь им впитайте их красоту в себя как губка почувствуйте как у вас изменяется настроение эмоции ваши вибрации и вы начинаете наполняться энергией радости после этого отдайте эту энергию туда куда подскажет душа и тут же продолжим письменно выпишите 10 прекрасных вещей вокруг себя выпишите 10 вещей в себе выпишите 10 прекрасных вещей в партнере рядом выпишите 10 вещей в своем главном учителе начните чувствовать заполняющие энергии в теле чтобы этот навык закрепился намного быстрее ниже в разделе закон радость будет дано легкое и приятное упражнение на каждый день практикуйте его целый месяц и этот новый навык радоваться жизни наполняясь энергиями высшего порядка закрепиться на уровне привычки энергии энергия от земли много энергии вырабатывает земля человек разучился ей пользоваться в старину этими приемами владели наши предки сегодня человек изолировал себя от чистого источника природы но даже если он выбирается на нее то он проходит мимо этого безграничного источника энергии так как не знает как им пользоваться а нужно активно набираться оттуда сил в разделе закон радость будут даны эти рецепты энергия духовных наставников помните что человеку через духовных наставников также идет энергия если человек находится в негативе то он изолирует себя от высшего источника энергии подсоединяясь по подобию к деструктивным эгрегорам сливает оставшуюся энергию в низший астрал человек в этом случае оказывается в коконе или под деструктивным куполом и не способен напрямую принимать высшую энергию из-за этого энергетического спрута именно поэтому важно научиться позитивному мышлению в том числе мышлению возможностями если человек пребывает в высоковибрационном мышлении то он является здоровой клеткой вселенной и целый космос ему помогает пройти данное воплощение легко и радостно в негативном и агрессивном мышлении человек больная клетка космоса несущая негатив разрушение рвачество угнетение порабощение подавление использование другой клетки в своих эгоистических целях по законам вселенная начнет учить то есть выправлять больную клетку потому что она отравляет весь организм космос сейчас от нашей планеты исходит больная негативная энергетика которая травит часть вселенной и виной этому негативные мысли агрессия и деструктивные действия людей ведь сама по себе планета источает очень высокие и позитивные вибрации энергии космос в итоге может перестать терпеть наше поведение именно поэтому во второй половине двадцатого столетия на планету был послан космический десант добровольца из высших измерений для помощи людям на земле в прошлом тоже всегда приходили мастера высшего порядка для помощи людям но за последние столетия их количество возросло в разы и каждое десятилетие особенно с восьмидесятых годов приходят особенные люди и дети индиго кристальные радужные которые призваны поменять ситуацию на планете в наше особенное время но это будет происходить в тандеме высших светлых сил с землянами людям давно пора уже проснуться и осознанно менять себя и наш уклад в общество как успокоить скандалиста позитивной энергии любой агрессор своим биополем баламутит пространство заражая все вокруг средстве чего идет цепная реакция на других людей они также начинают впадать в агрессию вы замечали как вы быстро заводитесь когда кто-то рядом орет и бесится хочется также негативно отреагировать на него или подойти и стукнуть его или как минимум наорать или огрызнуться именно поэтому человек на более высоком уровне сознания первое останавливает волну агрессивной энергетики тем самым очищает пространство на земле эта миссия достойна уважения ваш пилотаж этой практики когда на вас кричат а вы посылаете этому человеку симпатию и благодарность за что-то реально и дельно примечание если есть угроза пострадать физически то для начала себя защитите уйдите от него если нужно вызовите полицию но с большой любовью к нему и внешним спокойствием и это не стёб это правильное поведение с позицией высших законов мироздания потом успокойте физическое тело через диссоциацию а уже в укромном месте посылайте жесткому учителю благодарности с позитивными энергиями представляйте что от вас выходят смайлики в виде сердечек радуги солнышко цветочка обнимающего мишки обычно хорошо заходит посылаемая безусловная любовь из центра солнечного сплетения от души к душе кстати поэтому и шумит близкий родственник обидчик ему не хватает энергии любви принятия его роли в вашей жизни и значимости вот она требует от вас этих проявлений так дайте ему сразу то что он требует через скандал и он поменяет к вам отношения аксиома высших законов проверен многократным опытом моих студентов шлите ему симпатию любовь до тех пор пока на вас свыше не пойдет встречный мощный поток любви к этому человеку как правило после такого любой агрессор успокаивается так как вы тем самым успокаиваете его на тонком плане и заполняете ему биополе позитивными вибрациями и он тоже поднимается наверх вместе с вами как наладить сложные отношения с помощью энергии мысли также можно улучшать взаимоотношения и налаживать качественный контакт на всех уровнях вы только вышли на встречу с проблемным человеком а впереди вас уже летят ему позитивные слова симпатия благодарность за обучение мыслиные подарки которые он хочет исключите алкоголь и прочие разрушающие предметы способствующие декрадации души можно подарить долгожданный отдых виллу на Гавайях приятный расслабляющий массаж представить его на пьедестале как его награждают грамотой медалью хвалят его за заслуги перед отечеством если не знаете что этому человеку подарить можно послать закрытые красивые коробочки с разноцветными ленточками в которых лежат какие-то сюрпризы вы и сами не знаете какие но на тонком плане он их в любом случае получит и неосознанно в ваш адрес вышлет аналогичные вибрации другой прием налаживания отношений напишите человеку от 40 благодарности на бумаге в реальности за конкретные заслуги и большие и малые после этого зачитайте их вслух перед воображаемым фантомом или его фото да и главное отдавайте эти благодарности просто так без ожидания взамен чего-то для вас это важнейший пункт отдав безвозмездно вы до нуля опускаете свои ожидания от человека даже если в ответ ничего не произойдет то вы останетесь при своем нуле а значит расстройство вас минует а если он вдруг изменит к вам отношение вы будете в приятном плюсе вас ожидает вибрационный взлет в радость как правило если все точно сделано по выше описанным пунктам то встреча после такой предварительной подготовки на тонком плане происходит на все сто процентов вашу пользу как успокоить энергетикой плачущего ребенка когда ребенок плачет родители родители часто раздражаются на ребенка хочется накричать ударить оскорбить тут работает тот же принцип описанный выше это законы игрок реального обмена энергии любая негативная эмоция возмущает вокруг объекта облако зла тут же идет присоединение к деструктивному игр игру через активацию лярвы энергетический разъем всех кто находится в этом облаке зла каждый последующий эмоциональный взрыв увеличивает это облако и начинается цепная реакция дальше по миру ведется и реагирует на это только тот человек кто не может противостоять своим реакциям и управлять ими для многих людей сдержаться когда все вокруг возмущаются стоит огромных усилий с чужими людьми еще можно справиться а вот со своими близкими особенно которые вам неприятны задачка достаточно творческая с детьми картина похожая многие родители сначала наорут а потом испытывают сильнейшие чувства вины по этому поводу для тех кто бывает в такой ситуации даю методику для выработки новой реакции в момент своей агрессии вспомните что вас провоцирует низший астрал переключите свое внимание с ребенка на свою агрессию представляя ее в каком-то образе мысленно скажите ей можно и вслух если рядом никого нет а то подумают что у вас головой не в порядке что у тебя ничего не получится ты обнаружена и тебе тут нечего делать скажите ей самому себе я сам управляю своим состоянием помните если деструктивные силы обнаружены они уже теряют свою власть над вами попросить попросить своих ангелов помочь выйти из этого состояния и отрезать вас от деструктивных сил а затем подключить к высшим позитивным эгрегорам пусть они вас окутывают позитивным облаком начните ребенку говорить ты мудрая светлая щедрая душа вспоминай подбирайте слова которые актуальны для данной ситуации мысленно попросите ангелов ребенка укрыть его своими энергетическими крылышками можете присоединиться к ним вы составите энергетическое облако которое будет укрывать вас всех если отругали ребенка то попросите прощения у него тем самым вы еще показываете пример своей мудрости и ответственности своим близким а дети закрепляют это поведение закончите все в реальности обнимашками и примирением на общем мы вместе мы села и справимся со всеми кто пытается извне нам мешать мы молодцы в древних племенах был такой ритуал когда кто-то из племени нарушал правила и оступался вместо того чтобы его наказать его ставили в центр круга и сородичей и каждый по очереди говорил ему ты мудрая душа вспоминай это ты добрая душа вспоминай это ты разумная душа вспоминай это и так далее этот ритуал продолжался по нескольку часов как вы думаете почему позитивные вибрации безусловная любовь и принятие делают чудеса с человеком вместо агрессивных защитных реакций человек быстро справляется со своими инстинктами быстро выходит из подвалов деструктивных игроков он быстро эволюционирует и совершенствуется вибрация